Как устроиться на шикарную работу от 100 тысяч рублей и выше? Надо знать английский, причем не просто, а бизнес. Чем отличается бизнес английский от обычного? Тысячу терминов. Вообще, человек учится в университете, допустим, на юриста. Все то, что ему надо знать и применять, это 500 терминов. То есть, он может сказать презумпция невиновности, апелляция, касация. Вот, учите те термины, которые являются ключевыми. В английском же, особенно деловом, проведем мини-эликбез, что надо учить. То есть, позишн, это не позиция, а должность. А синоним веканси, опеннинг позишн. Вообще, признак ума, человек может выдать 5 синонимов. А синонимы, это слово, похожее по смыслу. То есть, допустим, революция, можно сказать путь, можно сказать хунта, переворот. А пятое мы найдем. Фронда. Можно еще 10. Но соль к чему? Три синонима в английском для вас вполне хватит. Application. Это заявка устроится на работу. Written Application. Списленное заявление Application for the Position. О зачислении на должность. Application to the Sign of the. Это somebody. То есть, кому то. Так, applicant, это вы. Претендент, который устроится на работу, если будет учиться здесь. Apply. Обращаться применяет. В основном apply, в смысле, обращаться. Job. Работа. Вот есть вроде синоним work. Но work, это работа вообще по жизни. А job, это официальная, с трудовой книжкой и так далее. То есть, I have a lot of work as a secretary. У меня есть официальная работа секретаршей. Promising, обещающий. Синоним, prospective. Мне хотелось бы, чтобы вы на собеседовании сказали promising и prospective. Запишите эти два слова и проговаривайте в день хотя бы раз десять. Почему? Вы становитесь тем, что вы говорите. То есть, другой ваш конкурент придет на собеседование насчет мямлить, а вы скажете два синоним. Поэтому будете лучше. Effort. Усилие. То есть, make an effort. Говорим так. I made an effort to make a lot of sales for my company. Перевод. Я выложился и достигла или достиг высоких прибыли для своей компании. Constant efforts to attain to one's end. Постоянно выкладываться для достижения целей. Креатив, понятно. Все мы креативные. Competitive, конкурентоспособный. Значит так. I am competitive teacher of English. Я конкурентоспособный учитель английского. Почему? Потому что я вам рассказываю то, что другие преподаватели будут вам через год обучения. Меня вообще удивляют учителя, которые год учат студенты и не могут научить. Я торжественно клянусь за три месяца научить вас говорить на простые темы, чтобы заказать блюда, поехать в турпоездку. И за шесть месяцев, чтобы вы могли говорить свободным, высоким, умным, литературным английским языком. То есть, чтобы вам светила беловоротничковая работа. Так, responsibility – это ответственность. То есть, I assume, accept, take. Можно говорить I assume, responsibility, I accept и take. Как я говорила, синонимы. To decline of all responsibility for something. То есть, валить надо на кого-то другого. The responsibility rests with an author. Ответственность висит на авторе. Теперь сверху. Obligation. Obligation – это как по-русски облигация, ценная бумага. То есть, обязательство, что выплатит. Contract of obligations. Договорные обязанности. Skillful. Не знаю, кто вы по профессии. Наверное, менеджер. То есть, говорите прямо сейчас I am a skillful manager. Я успешный, квалифицированный менеджер. Если вы менеджер, чем вы занимаетесь? Переговоры. Вы можете сказать I conduct negotiations. Нормально. Но ценят умных людей. Вообще говорят, в любой стране есть место красавице, герою и мудрому человеку. Мудрым вы будете здесь. То есть, вы можете сказать I carry out negotiations и плюс I hold negotiations. И то, и то. Entrepreneur – это предприниматель. Синоним – бизнесмен. Fair. Гляньте, сколько значений. Первое – честный. То есть, fair employment practice – это без дискриминации, по расизму и пошло-поехало. Второе – ярмарка. В тексте было указано London Fair. То есть, лондонская торговая ярка по профессии. Плюс белокурый, светлый, но имеется в виду более русый. Stangus – сила. Advantage – синоним. Relability. Скажем так, AK-47 is a reliable weapon. It is made by Russian Михаил Калашников. Автомат Калашникова – надежное оружие, сделано Михаилом Калашниковым. Вот так вы запомните слова. Почему? Потому что они звучат в улетных фразах. Я заметила, английский язык учат те люди, которые бойкие. То есть, можно даже узнать. Вот что у вас сейчас в голове с английского? Ну, неужели именно? 50 cents. Ну, какие фразы? Может, Мартин Лютеркин? I have a dream. У меня есть мечта. Или есть еще один вариант. American dream. То есть, американская мечта, хороший дом, пляж в Калифорнии и так далее. Учите язык красочный. Не учите вот эту муру. Если человек хочет свести счет от жизни, пускай получит грамматику. Учите слова, причем в контексте. Следующее. Tension. Напряжение, в смысле, ну, напряг по жизни. То есть, I work under pressure. У меня завалы, я их, ну, разгребаю. Reference рекомендации. To have good references. Нежелательно. Скажите, have excellent. Почему good это 4, excellent 5. У нас же хорошие рекомендации. Who are your references? Кто вас рекомендует? Синонимы. Смотрите, корневое слово. Вся книжка рекомендует синонимы, синонимы. То есть, letter of recommendation, testimonial. Теперь на следующую страничку. Experimental period. Да, в Америке тоже есть испытательный строк. Term of probation. Length, длина, duration. Тоже environment, окружающая среда. А подводим итоги. Я репетитор с английского Smart Teacher 197. Я учу хорошо и всегда достигаю результат. Может звучит агрессивно, но лучшая реклама агрессивная. То есть, занимайтесь у меня английскими. Условия сотрудничества хорошие. То есть, первый урок бесплатно. Последующее занятие 300 рублей. Причем, вы платите после урока. Мои конкуренты, которые не являются competitive, это значит, конкурентоспособны, они берут 10 пакетов занятий вперед. Почему? Потому что они уверены, что вы у них не будете учиться. Я вам promise, обещаю, что я вас не учу. Потому что я reliable. Я надежный. То есть, учитесь здесь. Smart Teacher 197. Вы не пожалеете. Я вам открою много чего хорошего в английском. Goodbye.